История о Бодхисатве Авалакиташваре Будду Амитапху также называют Амитаюс, что означает Будда Вечности. Вместе с Бодхисатвой Авалакиташварой и Бодхисатвой Махастама Праптой все трое являются великими существами из западного рая. Многие с глубоким уважением называют их тремя мудрецами Запада. Существует множество сутр о них. Это одна из историй из Бейхуа-сутры. Много кальп назад был Чакравартин, или Великий Царь Мира. У него было тысяча сыновей. Бухуан, так звали старшего. Второго сына звали Нимо. Отец с сыновьями, все изучали буддизм и делали подношение Будде. И делали искреннюю пуджану, заботу и поддержку Будды, которого звали Тадхагата Сокровищ. Принц Бухуан. История Бодхисатвы Авалакиташвары. Этот великий король дал обет обрести просветление. До Будды Тадхагата Сокровищ. Будда дал королю Вякарану подтверждение и предсказание, что он станет в будущем Буддой Амитаюсом. История Бодхисатвы Авалакиташвары. История Бодхисатвы Авалакиташвары. До Будды Тадхагата Сокровищ. Принц Бухун также дал следующий обет достичь просветления. Почитаемые в мирах, сегодня я громко объявляю всем живым существам, что я посвящаю и преподношу все свои добродетельные корни. Пути Будды, обретению высшего полного просветления. Идя по пути Бодхисатвы, я даю следующую клятву. Встречаю живых существ, страдающих от разных бед и горечи, чьи вера и сила восприятия Дхарма была утеряна или ослаблена, кто потерялся в темноте, чьи разум и тело наполнены беспокойством, одиночеством, горечью, бедностью и трудностями. Если кто-либо из них сможет памятовать меня и повторять мое имя, если он или она будут услышаны моими духовными ушами или увидены моими духовными глазами, то я приду и всем помогу. Почитаемый в мирах, ради всех существ, я дам величайший обет. Если однажды Будда Миттаюз из западной земли Великой Радости завершит свой труд по спасению живых существ и войдет в Нирвану, на протяжении периода истинной Дхармы я буду практиковать путь Бодхисатвы во благо живых существ. Когда истинная Дхарма, который учил Будда Миттаюз, исчезнет наступлением духовной ночи, я тогда сразу обрету просветление той же ночью, чтобы продолжить Огонь Дхармы. Наблюдая всех существ в Божественном мире, на трех злых путях зародится в тебе сердце великого сострадания. Ты поклялся положить конец несчастьям живых существ. По этой причине сегодня я даю тебе имя Авалакитэшвар. После бесконечного количества лет, таких же бесчисленных, как песчинок в реке Ганг, когда истинная Дхарма исчезнет, полностью с наступлением духовной ночи, позже, той же ночью, земля Будды превратится в мир достижения всех сокровищ, с безграничным великолепием и прекрасной панорамой разных видов. Субтитры создавал DimaTorzok Ты обретешь просветление на алмазном сиденье под деревом Бодхи. Этого Будду будут звать Король Горы Заслуг. Татхагата – полное сияние. Живя 96 триллионов нечислимых кальв, истинная Дхарма продержится на земле более 6 миллионов кальв, после ухода в Нирвану этого Будды. В конце, принц Нима также дал обет, достичь просветления после Короля Горы Заслуг. Татхагаты – полное сияние, чья великолепная Будда Земля и весь труд Будды будут равны. Королю Горы Заслуг Татхагаты – полное сияние. Затем Будда, Татхагата Сокровищ, предсказал, что он завершит путь Будды в огромнейшем мире в будущем, поэтому будет назван Махастама Прапта, что означает «Великое достижение». История о Бодхисатве Авалакиташваре – обет Девы. В сутре Вьякараны Бодхисатве Авалакиташваре была такая история. Бесчисленный кальв назад был мир под названием «Появление мира и радости», сформированное бесчисленными заслугами. В этом мире был Будда по имени веселый Татхагата Золотого Света. Его Будда Земля была неимоверно чистой, прекрасной и красивой. В течение многих лет, пока этот Будда давал учения, был король по имени Могущественный Добродетель, который правил тысячами народами, согласно Харвине. Однажды король Могущественный Добродетель медитировал в саду, и вскоре он вошел в Самадхи. Могущественный Добродетель Вы драконы или якши? Вы человеческие существа или нет? Скажите мне ваши имена, пожалуйста. Ты можешь звать меня Баои, а ее Баошак. ść. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Король прошлого, могущественный добродетель, стал позже Будда Шакьямуни. Две девы были Бодхисаттвой Валакиташварой и Бодхисаттвой Махастхамапраптой. Эти два великих Бодхисаттва впервые дали обет зародить Бодхичитту перед веселым Тадхагатой Золотого Света. Прежде чем они дали обет зарождению Бодхичитты, они уже имели глубокое понимание такой мудрости, как «Имен необъятного». Это было потому, что они делали подношением Буддам бесчисленное количество жизней до этого. Они взрастили все виды великих подвигов, делая это. Земля Будды, после проявления мира и радости, образованной бесчисленными заслугами, это западный рай настоящего. В будущем, спустя бесчисленные, бесконечные кальпы, Будда Амитабха, западного рая, со временем уйдет в Нирвану. После Нирваны, временные рамки продолжительности истинной дхармоны Земли будут такими же бесконечными, как продолжительность жизни Амитабхи. Число живых существ, достигших освобождения до и во время жизни Амитабхи, будут бесконечными. После Нирваны, Будда Амитабхи, даже если эти живые существа не могли видеть Будду лично, однако, если эти существа станут бодхисатовыми и достигнут Самадхи посредством повторения имени Будды, бессмертная дхармакая Будда Амитабхи будет всегда видна в их жизни. После Нирваны, Будда Амитабхи, все святые вещи рая, текущая река, озеро, цветок лотоса, деревья сокровищ, будут постоянно говорить голосом Дхармы. Как если бы лично, Будда Амитабхи отдавал учение. После того, как истинная дхарма Будда Амитабхи исчезнет, когда появится изображение света, под деревом бодхис и мисокровищ, там будет подхисатва Авалакиташвара, сидящий в позе лотоса, достигнет совершенного просветления Будды, также его будут назвать король горы заслуг. Татхагата, всеобъявляющего света. Его земля Будды будет сделана семи драгоценностей природы, его великолепная красота вне описания бесчисленных кальпий. Там же будет Шаббат и Протека Будды. Эта земля будет полна, только великими бодхисаттвами с бодхичитой. Эта земля Будды будет называться великолепная земля собранных сокровищ. Пока король горы заслуг Татхагата всеобъемляющего света появится в мире, бодхисаттва Махастама Прапта будет жить поблизости и делать подношения до вступления в нирваны. После нирваны бодхисаттва Махастама Прапта продолжит практиковать и поддерживать истинную Дхарму. Когда истинная Дхарма исчезнет, будет совершенствоваться в пути Будды на этой земле, названной король заслуг сокровищ Татхагата Великого Поддержания. Часть земля, сияние, продолжительность жизни и число бодхисаттв будет таким же, как у короля горы заслуг Татхагата всеобъемляющего света. Временные рамки поддержания истинной Дхармы на земле будут равны также двум. Перевод Айгерим Тастанова Озвучивание Артем Пчельников При поддержке клуба оум.ру Ом.ру Ом.ру Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok